харри кишна всем кто любит аккумуляторной батареи давайте сегодня позаряжаем аккумуляторную батарейку принесся свою батарею с автомобиля холодно было ночью минусовая температура я ее принес померял напряжение было 12 45 и она соответственно была холодная сейчас она постояла в теплоте час где-то давайте померяем напряжение которые на ней есть плюс на плюс минус на минус смотрим что показывает 12 и 6 вот батарейка постояла час в теплоте над батареей и уже 0 15 вольт а сама по себе добавила вот что значит холодный электролит так вот о чем я заряд батареи очень сильно зависит от температуры электролита поэтому ставим батарейку я лично так делаю всегда на прогрев потому что она была холодная надо ее немножко прогреть для этого ставим режиме на зарядном устройстве 14 4 вольта ограничение по напряжению ставлю 14 4 вольта а потоку ограничения ставлю полтора ампера батарея емкостью 75 ампер часов было когда была новая в комментариях просили показать как заряжать этим устройством этим лабораторным блоком так вот перед зарядкой здесь задается два параметра ограничение по напряжению ограничение потоку ограничение по напряжению ставится очень просто этой вот крутилкой грубая настройка тонкая настройка ставим 14 4 вольта не стесняемся вот так вот а чтобы поставить ограничение потоку надо соединить между собой крокодильчики у нас начинает показывать ограничение потоку и опять же крутилкой можем поставить себе нужное нам значение но я поставлю полтора ампера настроили прибор подключаем его батареи минус к минусу плюс к плюсу и сейчас у нас изменятся показания прибора поставили тут же прибор нам показывает заряжается по постоянному току полтора ампера который мы охраничили а напряжение упала до 12 и 9 вольт согласно закону ома и теперь батарея будет заряжаться и вот таком состоянии она у меня стоит около 20-30 минут прогревается потому что сейчас зарядные токи нормальные я и не даю потому что она с холода она с минусовых температур она еще не успела прогресса можно поставить и один ампер и при этом смотрю как она набирает быстро напряжение если бы я сейчас поставил эту батарею холодную то на бы это напряжение быстренько 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 поднял их до 14 и 4 вольта значит батарея заряд не берет ее надо отогревать на так батареи уже отогретой она час постояла над батареей вот чтобы было видно там у меня батарея отопления над ней стоит аккумулятор греется от этой батареи соответственно батарейка немножко прогрелась и напряжение быстро не поднимается до 14 4 вольт значит батарея берет заряд полтора ампера напряжение у стаканил с 1327 потихонечку растет значит с батареей все хорошо она принимает заряд ну и пусть себе принимает если вы эксплуатировали батарею очень долго и долго к ней не заглядывали то перед зарядом желательно выкрутить пробки и посмотреть уровень электролита потому что летом эксплуатировалась батарея летом было жарко вполне возможно что какой-то банке электролит выкипел если электролит уровень электролита ниже чем уровень пластин то есть пластины оголились то такую батарею на заряд ставить нельзя надо сначала долить дистиллированной воды чтобы она покрыла пластины которые высохли хотя бы там на 35 миллиметров и тогда уже ставим на заряд но тогда уже нормальным зарядом эту батарею не зарядить это надо специальные заряды я пробочки открутил посмотрел у меня уровень электролита более-менее нормальный значит можно ставить эту батарею заряжать если с батареей соответственно проблемы уровень упал или уровень понизился значит надо что-то решать с уровнем и тогда на простой заряд не ставите ставите на восстановительный заряд ну и все пусть она себе минут 20 погреется через 20 минут не вернемся и поднимем ток заряда прошло 20 минут полтора ампера как было таки осталось напряжение 1367 1366 и практически устаканилась поднимается очень медленно но так как это напряжение буферных аккумуляторных батарей то давайте посмотрим что там делается в банках как они себя ведут но видно что электролиза практически нету видимого для глаза то есть пузырьки газов практически не выделяется это вот как раз буферное напряжение аккумуляторных батарей которые при таком напряжении при постоянной подзарядке могут работать 10 11 лет а может даже и 12 а если повезет то еще больше а все дело в том что при таком напряжении электролиз очень низкий то есть выкипание аккумуляторного электролита очень медленные ну по мере повышения напряжения соответственно электролиз будет идти все более 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 сильно именно это постараемся посмотреть аккумулятор до батареи отодвигаем потому что перегреваться ему тоже не надо он уже прогрелся и теперь идем поднимать ток снимаем крокодильчик совмещаем крокодильчики вместе и поднимаем зарядный ток до 3 ампер видео я уже рассказывал почему так есть ток заряда аккумуляторной батареи который берется 10 процентов от емкости аккумуляторной батареи есть ток заряда батареи который берется 5 процентов от емкости аккумуляторной батареи или то который соответствует 20 часовому разряду батареи подключаем крокодильчик клеммом соответственно ток падает напряжение стабильное 14 4 вольта почему сейчас поднимаем ток потому что если мы оставим полтора ампера Можно оставить и 1.5 А, он тоже будет заряжаться, но это растянется на очень-очень длительное время. Так вот, чтобы уменьшить время заряда аккумуляторной батареи и избежать того, что она будет заряжаться бесконечно долго, надо найти компромисс. То есть поставить такой ток, при котором батарея и зарядится более-менее быстро, и в то же время зарядится более-менее полностью. Чем больше поставить ток, тем, соответственно, напряжение вырастет быстрее, тем, соответственно, аккумуляторная батарея в конце заряда будет более сильно кипеть уже при напряжении, когда мы поставим 16 вольт. Почему выбираю итог 3 ампера для батареи, которая 75 ампер-часов имеет емкость? Тоже рассказывал в своем видео. Если батарея новая, то можно поставить ей итог 10% емкости, то есть 7,5 ампер, и она будет заряжаться. Но так как батарея уже не новая, ей уже 4 с лишним года, соответственно, у нее емкости 75 ампер-часов уже нет. Емкость уже батареи фактическая меньше. Поэтому, чтобы учитывать при заряде падение емкости аккумуляторной батареи в процессе эксплуатации, ставится ток 5% от емкости аккумуляторной батареи, или ток 20-часового разряда. То есть для этой батареи это 3,5 ампера, но я ставлю 3 ампера. Сейчас я поставил 3 ампера, видно, напряжение сразу 14,4 вольта, дальше не пойдет, потому что ограничено, а ток, соответственно, начинает падать. И будет падать таким образом до самого низа. И вот посмотрим, на каком, скажем так, положении, на каких амперах падение тока остановится. В хорошей аккумуляторной батарее ток должен упасть меньше 0,5 ампера. Ну, сейчас мы наблюдаем, что ток не то, что не падает, а он еще и растет. Почему растет? Потому что напряжение 14,4 вольта, начался перемешиваться электролит, потому что пошел незначительный электролиз, то есть выделение пузырьков газа, электролит начал понемножку перемешиваться, и ток вместо того, чтобы падать при заряде, начинает немножко подрастать. Но это ненадолго, он немножко подрастет, электролит немножко перемешается, и ток опять начнет падать. Оставляем батарею в покое для дальнейшего заряда. Напряжение 14,4, ток 2,4 ампера. Да, ток уже падает, начал падать, значит электролит уже немножко перемешался. Оставляем на хозяйстве кота-расиста. Пусть батарея заряжается, кот-расист на контроле, а мы пойдем заниматься своими делами, потому что наше присутствие здесь пока не надо. Великий аккумуляторщик проснулся. А у нас в это время ток упал до 1,9. Давайте посмотрим, что там с электролизом делается. Видно, пузырьки газа начали выходить более интенсивно, то есть электролиз увеличивается по мере заряда аккумуляторной батареи. Напряжение при этом 14,4 вольта. То есть электролиз идет еще задолго до того, как настает 14,4 вольта. Поэтому электролит действительно потихонечку начинает пузыриться, даже при таком низком напряжении. Но тем не менее, такого вот булькания незначительного недостаточно для того, чтобы электролит перемешался. Видно выделение пузырьков газа, то есть электролиз идет, но не интенсивно. Потому что ток у нас низкий, 0,9 ампер, напряжение по-прежнему 14,4. И начинают появляться крупные пузырьки. То есть время от времени крупный пузырек выскакивает на поверхность. Почему? Потому что есть уже участки электродов, то есть участки пластин, которые зародились практически полностью. И вот на этих участках рождаются вот такие большие пузырьки, которые время от времени выбегают на поверхность. Потому что наш аккумулятор уже почти заряжен. Осталось дозарядить хвостик, то есть окончательно провести его дозаряд и продержать некоторое время в режиме перезаряда. Ну что, батарейка наша зарядилась. Пришел тот счастливый момент. Ток упал ниже 0,5 ампер, напряжение 14,45. И начинаем добавлять напряжение. Смотрим на ток. Больше 3 ампер поднимать ток не надо. Вот сейчас подняли 15 вольт. Ампераж поднялся до 1,6. Попробуем еще поднять до 16. Видим, ампераж поднимается больше 3 ампер. Значит, за один раз нам поднять не получится на этом аккумуляторе. Но лучше все-таки, после того, как при напряжении 14,4 вольта ампераж упадет до меньше, чем 0,5 ампера, повышать напряжение постепенно и не давать току подниматься выше 1,5 ампера. Это вам позволит более полностью зарядить аккумуляторную батарею при режиме перезаряда, когда вы будете ее держать в режиме перезаряда. Потому что можно добавить и сразу 16 вольт, но эта батарея ей уже 4 года. Она подняла ампераж выше 3 ампер. Батареи, которые новые, они не поднимают ампераж больше 3 ампер. Ну, лично я поднимаю за два этапа. До 1,5 ампера. Вот как сейчас ставлю 1,5 ампера, у меня получается 15,5 вольт. И так он у меня заряжается. По мере падения ампеража до 1, я еще раз подниму напряжение до 16 вольт. И вот в таком режиме он у меня еще позаряжается 1 час. За это время он побудет в режиме перезаряда полностью зарядиться. С него собьется весь тот сульфат, который налит на пластинке и который можно еще растворить при этих режимах заряда. Потому что не весь сульфат можно растворить при таких режимах заряда. И перемешается электролит. Вот эффект перемешивания электролита опять сейчас можете видеть по показаниям прибора. Напряжение постоянное 15,58. А ток понемножку растет. Почему ток растет? Потому что перемешивается электролит. Соответственно аккумуляторные пластины начинают заряжаться более равномерно. То есть заряжаются те участки, которые не зарядились. В своих видео рассказываю, что пластины заряжаются у аккумуляторной батареи неравномерно. Первыми заряжаются те слои обмазок, которые ближе к бареткам, потому что к ним ток раньше приходит. Дальными заряжаются самые углы пластинок. Так вот, режим перезаряда позволяет как раз зарядить самые уголки пластин. Напряжение постоянное. А ток был 1,5. Сейчас вырос до 1,67. Но это будет недолго. Это продлится минут 10. И после этого ток начнет падать. Прошло 10 минут режима перезаряда. Напряжение как было 15,5, так и осталось у меня. А ток у меня был 1,5 А. А сейчас вырос почти до 1,7. И пошел вниз. Вот то, что я говорил. Это будет недолго. 15,58 В. Ток 1,67. Теперь дадим 16 В. Как по книжке. Тут обращаю внимание. 16 В. А ток 2,8 В. И стремительно падает. Почему падает? Потому что аккумуляторная батарея заряжена. И ток будет падать до того момента, пока он не начнет расходоваться на нагрев электрода в аккумуляторной батарее, на сам электролистовое с накипением и на дозаряд тех участков, которые еще не дозарядились. Опять же, даже при 16 В. Страшного кипения, такого, которое может оббить обмазки, в аккумуляторной батарее нет. Электролит кипит. Посмотрим опять на зарядные устройства. 16 В. 2,8 А. А если мы захотим поднять напряжение заряда еще больше, чем 16 В, а этот лабораторный блок может дать до 30 В, будем крутить ручку регулятора напряжения на максимум, то напряжение у нас все равно не поднимется. Вот две ручки на максимум. Больше не идут. Но напряжение все равно будет 16,1 В, не больше. Потому что этот аккумулятор закипает, то есть электролиз у него начинается, при 16,1 В. Это его максимум. Поэтому при 16,1 В он уже действительно начнет кипеть, как вода в чайнике. Поэтому больше, чем 16,1 В на этот аккумулятор давать не надо. Обычно напряжение рассчитываю так, чтобы оно было меньше, где-то на 0,2-0,3 В, чем напряжение кипения. Напряжение кипения у него 16,1 В, значит, минус 0,3 В получается 15,8 В. Вот не зря он мне 15,8 В выдал. Потому что напряжение заряда для кальциевых аккумуляторных батарей, оно индивидуально для каждой батареи. Возьмете 10 разных батарей кальциевых от разных производителей, поставите в ряд, измерите их напряжение кипения, у всех будет разное. Поэтому вот это вот напряжение кипения выбирается для всех аккумуляторов кальциевых, если правильно это делать, индивидуально. И надо знать, при котором напряжении ваш аккумулятор именно этот закипает. И вот так при повышенном напряжении он час позаряжался, и достаточно. То есть тут уже не смотрите, что он там показывает. Главное, чтобы он не показывал больше, чем 3 А. И просто засекаете время. Засекли час, и все. И выключаете. Заряд закончен. Субтитры создавал DimaTorzok